Каких только мамочек и Милф мы на канале не успели обсудить. Не буду всех в очередной раз перечислять, напомню только про Пека Мама, о которой было недавно видео, вот оно. А напомнила я про нее, потому что практически одновременно с ней, пока весь западный и азиатский интернет сходил с ума от Милфа Зайки, у нас появилась она. Мама Лунтика. Да, у иностранцев она популярность не обрела, это и понятно, все же слишком локальное явление. Лунтика хоть и адаптировали на другие языки, но он не настолько популярен, чтобы тягаться с их собственными мультфильмами. А вот у нас Мама Лунтика стала целым событием, которое разделило интернет на три совершенно по-разному настроенных лагеря, и я сейчас вам обо всем расскажу. Сразу после того, как напомню, что у меня на Будь этот ролик совсем без цензуры, вот прям совсем, смотреть только плотно, закрыв дверь. А еще эксклюзивные ролики, секретные архивы с фулами снежка и другие интересности, и все это за самую дешевую подписку. Ссылка на Будь, как всегда, в описании к ролику, буду рада, если меня поддержите. Для начала нужно выяснить простую вещь. Зачем? Точнее, зачем и почему Маму Лунтика решили добавить и сделали это только сейчас. Хотелось бы предположить, что студия мельницы осмелилась и решила выкатить наш аналог мамочке Диснея, чтобы взрослым зрителям тоже было интересно посмотреть. Если вы понимаете, о чем я. Заодно я хорошо так продвинул свое новое творение в интернете, но нет. Все куда проще и скучнее. А Лунтик приносит просто баслословные деньги от продаж мерча, в первую очередь плюшевых игрушек. Вот только рано или поздно, все, кто хотел купить этого сиреневого покемона, себе его уже купили. Поэтому мельница, почтав затылки, перекрасил Лунтика в желтый, тем самым заделав ему подружку и еще плюс продажи и минимум затрат. Ну а когда и желтый купил каждый, кто хотел, настало время подрисовать Лунтику белый мех, чуть изменить глаза и сказать, что это его мама и продать еще миллиард игрушек. Схема ВО. Но мы их за это судить не будем, потому что и интернет сам сделал все за креативщиков мельницы. Стоило показать один единственный постер и сказать, что это мама Лунтика, как в интернете бабахнула информационная бомба. Все новостные и развлекательные сайты бросились писать про нее, но самое главное, художники, в том числе и те, кто рисует погорячее, расчехлили свои кисти, карандаши и стилусы. Хи-хи-хи-хи, я видела, как ты расчехляешь свой стилус, а ты хорош! Кстати, если вспомнить, была у нас как минимум одна собственная мамочка, которую активно рисовали в чпок-контенте и в том, что полегче. Вы, наверное, уже догадались, что и о женщине с самой таинственной грудью. Маме дяди Федора. Она, ни много ни мало, стала целой пин-ап иконой отечественной мультипликации и с ней действительно потрясающие стильные работы. Вот, например. Снежка-эксперта, конечно, тут мы привлекать не будем, так как сегодняшняя тема не про нее, но вот эти работы, думаю, потягаются какими-нибудь присульками с Хелен Парр. Ладно, что-то меня унесло. Так вот, мама Лунтика. Как я и говорила, люди разделились на три лагеря с разными мнениями о ней. Первые справедливо задались вопросом, что ты за мать такая, которой 15 лет не было. В соцсетях они вовсю критикуют нового персонажа, утверждая, что у нее и право нет быть матерью Лунтика, публикул фотошоп из ток-шоу «Мужское и женское». А кто-то еще и заметил, что она похожа на Диану Ширукину, если вы вообще еще помните, кто это. Короче, как только могут намекать на моральный облик мамы Лунтика, и с ними трудно не согласиться. Вторые это люди, которые просто веселятся с мемчиков или же сами их рисуют. На них обычно шутят либо про Милф, что очевидно, либо про тока мама Лунтика рассказывает о том, что она все это время делала. Причем есть как вот такие вот безобидные, но странные, как вот этот вот мем про Гигача Дуэкарыча, так и вот такие. Если что, текст на него я даже показать на ютубе не могу, но там она рассказывает, как она налаживала свою личную жизнь. Отдельно хотелось бы отметить классические мемы, где с Милфа знакомятся друзья главного героя. Но его самый любимый от Флика, которого мы что-то вспоминаем уже второй ролик подряд. Тут он замутил целую вселенную, в которой мама Лунтика крутила шашни с Незнайкой, пока он был на Луне. Наконец и третья группа людей, которые точно знают, чего хотят в этой жизни. Поэтому их выбор R34 и другой чпок контент с мамой Лунтика. Снежок. Вот это вот необычное, да. Картиночек хоть и немного, но почти на всех бубы ей нарисовали просто отменные. Вот вам подборочка доказательств. Все наглядно показаны со всех ракурсов, но особенно понравились вот эти вот две. Нежит ее не очень много, буквально три рисуночка, но все очень профессиональные. Но что больше всего понравилось, так вот эти вот хомнишные и очень красиво артики. Жаль, только их довольно мало. И отдельные ростовые рисуночки, вот эти вот, прям красота. Мне она, кстати, очень напомнила Лавандр. Такая же розовая, пушистая и с бубами, только вот с анимацией с ней вообще нет. Эх, ставлю 7 из 10. Хорошо, конечно, но немного маловато. Поблагодарим нашего эксперта Снежка. Кстати, Снежок буквально одним словом обмолвилась про нейроарты, а вообще-то их сейчас, наверное, даже побольше, чем обычных. Это я нагенерила. Все для науки. На удивление нейросети очень легко и быстро обучились генерировать маму Лунтика. Причем очень похожую. Если учесть, как мало исходников было для обучения, то это очень круто. Причем генерят как обычную оригинальную версию, кстати, очень красивую, сами на примеры посмотрите, так и более хуманизированные образы, вплоть до почти человеческого. Но, конечно, самые любимые это несколько генераций в стиле игры Helldivers. Вот эти вот. А еще просто красивые образы в аниме стилистике. И, разумеется, везде акцент на Боньке. Почему-то все негласно решили, что это именно ее черта, а не ляшечки, скажем так. Ну и напоследок немного интересного. Разыскивая рисунки для этого ролика, Снежок принесла мне вот такую вот иллюстрацию. Это, если что, не официальный концепт. Официальный выглядит вот так. А вот на этом рисунке изображено, как могли бы выглядеть взрослые особи того же вида, что и Лунтик. Включая даже, вероятнее всего, отца и деда. Само по себе явление, что по нашим российским мультикам рождается такое количество чпок контента, да и просто неуничижительных мемов, это огромная редкость. Как я и говорила, вряд ли это продуманный ход мельницы в духе Нинтендо или Диснея, когда они заведомо создаются персонажам с аурой сексуальности, но делают вид, что это не они, они ни при чем. Но так или иначе, получилась вот такая вот ситуация, чему лично мы со Снежком очень даже рады.